Друзья, меня зовут Савкин Дмитрий Александрович, я директор Байкальского института БРИКС. В двух словах про наш институт. Мы были созданы в структуре Иркутского политеха в 2017 году. И мы междисциплинарный институт, то есть у нас есть программы по разным дисциплинам. То есть у нас есть экология, есть экономика, есть международный бизнес, международная журналистика, устойчивая инновационная экономика и финансы. Мы запускали свой институт при поддержке коллег из правительства. И, соответственно, институт изначально планировался как междисциплинарный. И сейчас у нас работает более 50 преподавателей, и из них 17 иностранных профессоров. Что касается обучения. Все обучение у нас на английском языке. Давайте я начну демонстрацию экрана. Вам покажу информацию о нас. Байкальский институт БРИКС. Мы были созданы в 2017 году. Первый набор провели в 2018 году. И в 2018 году у нас было большое количество иностранных студентов. То есть из России поступило только три студента, которые сейчас уже обучаются на третьем курсе. Большая часть студентов, это около 30 человек, поступило из разных стран, из восьми стран мира. В 2019 году к нам пришло 200 новых студентов. Из них около 30 ребят поступило из школ Иркутска и Иркутской области. Оставшиеся ребята пришли из-за рубежа. То есть это Китай, Индонезия, африканские страны, включая Северо-Африки, Египет, Марокко, Восточная Европа, Монголия. То есть у нас достаточно широкий спектр стран, которые поступили в Байкальский институт БРИКС. И в каждой группе занимается большое количество студентов из разных стран. Соответственно, в связи с этим достаточно интересно заниматься. У нас сейчас на каждой программе как минимум три профессора – это иностранцы. Некоторые иностранные профессора живут здесь, в Эрниту, в наших служебных квартирах. Некоторые находятся за рубежом. Допустим, американский профессор Брэндон Айзек Джонс недавно уехал от нас и сейчас находится в Америке. У него родилась третья дочка, поэтому он хотел это замечательное событие встретить в кругу своих друзей. И как только откроются границы и пандемия закончится, он обратно въедет в страну вместе со своей супругой и тремя дочерями. Австралийский профессор, который является руководителем программы «Международный бизнес», он наоборот находится здесь, живет в кампусе и преподает международный бизнес, рассказывает студентов о стартапах. Индийский профессор, который преподает зеленую химию, также живет здесь, в кампусе. Значит, преимущества конкретно этого института, Байкальского института БРИКС, в структуре Иркутского политеха. Первое, все обучение полностью на английском языке. Второе, у нас есть опционально второй иностранный язык, китайский. Ну, для тех ребят, которые учатся по программам, не связанным с Китаем, он, наверное, не нужен. Но те ребята, которые учатся по программам двойных дипломов с Китаем, а это программа устойчивая инновационная экономика, два года у нас в политехе и два года третий и четвертый курс в Китае. Для них, конечно, китайский язык важен. Но, тем не менее, китайский язык не обязательен, потому что программа, которая реализуется Шандунским университетом, это топовый китайский университет, входит в 200 лучших университетов мира и в топ-20 университетов Китая. У них преподавание ведется на английском языке также. То есть студентам китайский язык нужен, чтобы общаться вне стен университета, потому что внутри университета все профессора вас поймут по-английски, у вас есть многонациональная среда, ребята из разных стран учатся, все говорят по-английски, учатся на английском языке. Но если вы решили избрать для себя такую программу, двух дипломов, поехать в Китай, и, конечно же, необходимо коммуницировать на улицах, в автобусах, в кафе, в супермаркетах, и для этого нужен китайский язык. Поэтому мы предоставляем бесплатно 6 часов китайского языка, включенные в течение первого-второго года обучения. Дальше. У нас есть сейчас 6 бакалаврских программ для школьников, то есть те ребята, которые заканчивают школу, они могут поступить на одну из шести бакалаврских программ на английском языке. Вне зависимости от того, какая программа избирается, студенты могут поехать на стажировку. То есть это не обязательно, но это в значительной степени улучшает карьерные возможности для студентов. Стажировки проходят абсолютно бесплатно, то есть это партнерские университеты, с которыми наш Иркутский политех заключил соглашение. Их больше ста. Программа стажировок академической мобильности действует на паритетных основаниях. Допустим, мы отправляем студентов в иностранный университет и не платим за их пребывание там. Студенты из других университетов прибывают к нам. Поэтому для студента это достаточно удобно. Кроме того, наш Иркутский политех дает специальный грант на конкурсной основе в размере 60 тысяч рублей для тех, кто хочет поехать за рубеж стажироваться на полгода или на год. Сейчас это конкурс, но у нас в этом году и в прошлом все, кто подавал заявки, все выигрывали. На эти 60 тысяч рублей можно купить билет, оформить визу, страховку, сделать разные документы и поехать в иностранный университет. Соответственно, на иностранном университете нужно оплачивать только питание и проживание. В некоторых университетах проживание бесплатное, в некоторых оно стоит каких-то денег, если это в общежитии университета. В некоторых оно чуть-чуть подороже, если общежития нету и студенты снимают квартиру. Значит, зачем нужны иностранные стажировки? Почему мы в нашем Байкальском институте Тиберикса и Иркутского политеха предлагаем студентам поехать на стажировки? Чтобы студенты наши могли стать уникальными специалистами. То есть наши студенты, допустим, поступают на программу экология на английском языке, учатся два года и на третий курс уезжают за рубеж в какой-нибудь немецкий университет. Они понимают, что знаний по экологии у них много, и они хотели бы осваивать какие-то другие навыки, ну, допустим, социологию, для того, чтобы понять причину, почему человек загрязняет окружающую среду. Почему общество таким образом функционирует, что у нас в Тихом океане есть огромное мусорное пятно из пластика размером с Францию. Соответственно, студент уезжает в этот иностранный университет, учит шесть разных дисциплин или восемь разных дисциплин по социологии, и когда он приезжает, мы эти дисциплины записываем в диплом. Поэтому этот человек, этот студент становится уникальным специалистом. То есть у него есть не только те знания по экологии, которые мы ему даем в течение четырех лет, но еще и знания по той области, не смежной с экологией, допустим, которую студент выбрал в иностранном университете. Кроме того, у студента есть английский язык, студент съездил на стажировку и познакомился с ребятами из других стран. У студента появились хорошие контакты по работе. Может быть, он постажировался в этой стране. Поэтому стажировки очень важны и очень полезны. Следующее. У нас профессора, эксперты из России, иностранных государств. Я вам уже говорил, что их 17 человек из разных стран. Мы, на самом деле, уникальны не только в Иркутской области, но мы уникальны и в структуре политеха. Во-первых, у нас самое большое количество иностранных профессоров из всех университетов Иркутской области. Это раз. И два, у нас самое большое количество иностранных профессоров из всех институтов нашего политеха. Поскольку мы преподаем все на английском языке, соответственно, мы для этого все и организовали. Дальше. Это некоторые наши партнеры. У нас их значительно больше. Это самые лучшие из наших партнеров в Европе. Это технический университет Карлсруя, университет Виадрина, Бранденбургский университет, Оттофангерик и Магдебург, Хемницкий технический университет. Во Франции несколько университетов. В Польше, Финляндии, Чехии. У нас есть партнеры в Азии. В Республике Корея очень много партнеров. Многие наши студенты едут в Республику Корея. И сейчас из-за того, что есть коронавирус, они занимаются в Республике Корея по обмену онлайн. То есть они находятся в Иркутске и занимаются онлайн. Но до коронавируса у нас стабильно несколько человек в год уезжало в Республику Корея. Там училось. Дальше у нас много партнеров в Китае. Это топовые университеты. Особенно Шанхайский университет, Нанкинский университет. Они входят в десятки лучших университетов Китая и в 100-200 лучших университетов мира. Дальше. У нас есть программа двух дипломов, но для вас важна только программа внизу, 0-3. Все остальные программы – это программы для взрослых ребят, которые уже закончили бакалавриат и подступают в магистратуру. А вот программу 0-3 с Шанхайдунским университетом, мы ее организовали совместно для бакалавров, то есть для ребят, которые поступают из школы в бакалавриат. Я сейчас подробнее на ней остановлюсь. Вот это информация о тех преподавателях, которые у нас есть. То есть это география наших преподавателей. У нас есть преподаватель из Америки. Это преподаватель Брэндон Айзек Джонс, который читает философию и читает журналистику. Он известный писатель, журналист из Аляски. Как я вам уже говорил, он сейчас уехал на родину, поскольку его жена родила третьего ребенка. У нас также есть преподавательница, которая читает международное право, также из Америки. До этого, год назад, к нам приезжала преподавательница, которая читала, преподавала курсы по фотографии, по дизайну. Она приехала вот из этой части Америки, из Бостона, из бостонского колледжа. У нас есть двое преподавателей из Ирана. Это талантливый преподаватель Самат Нояк Дам. Он математик, доктор математических наук, молодой, очень интересный. Его жена, кстати говоря, преподает английский язык, а он преподает математику у наших студентов. И преподаватель Мохсен Абдулла Заде, он тоже иранец, он информатик. И он сейчас написал книжку по математическим методам. У нас есть преподаватели из Индии. У нас есть несколько преподавателей из Китая, которые преподают и китайский язык, и специальные дисциплины. И также они работают тьютерами. Они работают вместе с российскими и китайскими студентами, помогают им. У нас есть преподаватель из Австралии, Джеффри Брайан Шуберт, который работал главным экономистом в HSBC банке и работал в Шанхае, в торгово-промышленной палате. Сейчас приехал к нам и живет у нас в Иркутске. И преподает в Байкальском институте БРИКС. У нас есть преподаватели из Вьетнама, которые читают лекции по математике и информатике. Дальше наши студенты. Сейчас у нас около 350 студентов. В основном они приезжают из вот этих стран. То есть это Китай, Пакистан, Монголия, Зимбабве, Нигерия, Либерия, Египет и, конечно же, Россия. И у нас есть Индонезия. Это новые студенты в этом году, в 2020 году. У нас еще несколько стран, которые планируют в 2021 году к нам поступать. Еще порядка 10 стран. Вот это наши образовательные программы. Как я вам сказал уже, наш Байкальский институт БРИКС не является дисциплинарным. У нас в структуре Иркутского политеха есть очень хорошие институты, которые уже делали презентации для вас. Они являются дисциплинарными институтами. Допустим, институт энергетики. Там учат энергетиков. Или, допустим, институт авиамашинного строения и транспорта. Там машиностроение, авиастроение, транспорт. Или, допустим, какой-нибудь другой институт экономики, управления и права. Там есть программа по экономике, по управлению и прав. У нас институт более дисциплинарный. То есть у нас есть в БРИКСе и технические специальности, и экономико-управленческие специальности. То есть, допустим, первая программа «Международный бизнес» – она экономика управленческого профиля на английском языке, и возглавляет ее наш австралийский профессор, про который я вам говорил. Экология, современные технологии электроэнергетики – это технические программы. Журналистика – это, соответственно, гуманитарная программа. Устойчивая инновационная экономика и финансово-налогообложения – это финансово-экономический профиль. Давайте коротко по каждой из этих программ. Международный бизнес – это интересная, уникальная программа, поскольку она открывает возможности для работы в различных сферах международного менеджмента и управления компаниями. То есть, это управление, стратегический менеджмент, информационные технологии, управление проектами, деловая этика, бизнес-право, управление персоналом. То есть, ребята, которые поступают на эту программу, она у нас очень популярная. В прошлом году поступило 90 человек, и из них только человек 6 или 7 поступило из России, остальные – иностранцы. Поэтому очень интересно заниматься в таких группах, где вы сидите, и с вами учатся египтяне, индийцы, китайцы, индонезийцы, африканцы. У каждого своя культура, у каждого свое понимание, с ними очень работать интересно и понимать их. Также интересно очень понимать структуру их бизнеса. Они могут делать доклады интересные и рассказывать о том, каким образом у них организованы компании. Допустим, я эксперт компании «Газпром», внешштатный эксперт по китайскому направлению. Я часто раньше ездил на мероприятия «Газпрома», и их руководителям читал по поводу бизнеса в Китае. Это очень сложно, и это очень хорошо оплачивается. То есть, многие российские руководители не знают на самом деле, как функционирует бизнес в Китае. Какие есть в Китае типы компаний, как они работают, как их учреждать, как можно создать совместные компании. А если в вашей группе есть китайцы, особенно если у них родители работают в бизнесе, они вам это очень легко расскажут. И когда преподаватель дает вам задачу, говорит, вот ваша группа, вот здесь вы, молодой человек или девушка из России, вот есть молодой человек из Китая, девушка из Индонезии, молодой человек из Египта, девушка из Индии. Вам нужно решить какую-то задачу глобальной корпорации, которая хочет в каждой из этих стран создать филиал. И вы должны за несколько занятий в групповой работе эту задачу решить. То есть, каждый из ребят, которые в вашей группе, вносит какой-то свой вклад. И вы обогащаетесь. То есть, на самом деле, чтобы эту информацию получить, вам нужно прочитать несколько книг. А здесь у вас есть возможность поработать в группе и через ваших партнеров, через ваших сокурсников получить эту информацию из открытых источников на том языке, на котором эта информация есть, допустим, на китайском или на арабском. Соответственно, в этой программе «Международный бизнес» студенты могут выбрать несколько вариантов курсов. Эти курсы могут быть посвящены либо работе в какой-нибудь крупной компании, то есть продвижении в этой компании, ведение переговоров, аналитика, стратегический маркетинг, менеджмент в структуре компании и продвижение самого себя. Либо создание собственного стартапа, собственной компании и вывод его на какие-то мировые позиции. То есть, получение финансирования, поиск инвестора, переговоры с инвестором, создание бизнес-плана собственной компании, создание маркетинговой ниши. Это достаточно интересно. И этому учат на английском языке. Следующее. Значит, для международного бизнеса минимальные баллы. Русский язык и математика 40 и 39, соответственно. И по выбору либо общества знания, им нужно 45 баллов набрать, либо английский язык, и надо 30 баллов набрать. Это вот минимальные баллы, с которыми мы берем, ребят, из России. Дальше. Следующая образовательная программа – это экология и защита окружающей среды. Это интересная образовательная программа. У нас она тоже очень востребована среди иностранцев. В прошлом году у нас поступило на эту программу 47 человек. Это программа, которая обучает студентов не только причинам, почему так получилось, что наша планета загрязнена, но и тому, как сделать, чтобы снизить это загрязнение. То есть, как сделать производство чистой энергетики, как сохранить мировой океан, как придумать, разработать специальные системы для очистки воды, воздуха и ликвидации отходов, каким образом должна формироваться государственная экологическая политика, как осуществлять природопользование. То есть, и специалисты, которые закончат эту программу, это будут специалисты, способные предвращать экологические катастрофы, а также люди, которые способны создавать и развертывать специальные комплексы, которые помогают вам очищать воду, воздух и ликвидировать последствия загрязнения, допустим, твердыми бытовыми отходами. Это очень востребованная специальность, потому что каждый год мы загрязняем планету все больше и больше, а в некоторых странах эта проблема катастрофическая. Допустим, в Китае очень грязный воздух, а в Индии очень грязная вода. Соответственно, китайцы сейчас пытаются каким-то образом очистить свой воздух. Китайская энергетика заточена под сжигание угля. То есть, больше 70% всей китайской энергетики делается из угля. То есть, это старинный способ, очень древний, когда вы сжете уголь, и у вас возникает энергетика. Это доисторический способ. То есть, Китаю необходимо переходить на возобновляемые источники, на гидроэнергетику, на солнечную энергетику, на ветреную энергетику, а также на газ, потому что газ экологически более чистый, чем уголь. Естественно, Китай это понимает и отправляет своих лучших студентов учиться за рубеж тому, как это сделать правильно. Ну и даже некоторые студенты, они участвуют в разных проектах. Даже если, условно говоря, вы совместно с каким-нибудь китайским студентом разработаете какое-нибудь маленькое устройство, небольшое, которое способно очищать воздух в машине локально, это устройство будет очень постребовано, и вы сможете стать миллионерами. Потому что вы представляете, сколько машин в Китае больше, чем в США и больше, чем в России. Если воздух загрязнен, если вы придумаете такую маленькую штуку, которая вставляется в машину, фильтр, который эффективно очищает воздух внутри машины лучше, чем стандартные автомобильные фильтры, тогда эта бизнес-модель будет супер востребована. Это очень интересно в будущем именно для того, чтобы получать хорошие дивиденды от такого бизнеса. Так что мы учим наших экологов не бумажной экологии, не тому, как писать паспорт экологического объекта, а именно конкретной практической прикладной экологии, которая может вам пригодиться. И мы даем еще один знание по экономике, для того, чтобы они поняли, как монетизировать, то есть как получить прибыль с вот этого экологического знания, и в какой стороне это лучше сделать. Соответственно, экзамены минимальные баллы – это русский язык 40, а биология – 36. И по выбору математика, либо английский, можно выбрать либо математику профи и получить 39 баллов минимум, либо английский – 30 баллов минимум. Но русская биология обязательна. Следующая бакалаврская программа – это современные технологии электроэнергетики. Это интересная программа, у нас здесь есть Иркутская энерго, у нас партнер – это корпоративный центр КУИЦ при Иркутской Энерго. Соответственно, наши студенты обучаются, как проектировать систему энергоснабжения, управлять технологическими проектами, внедрять инновации энергетики. То есть они изучают физику, химию, основы электротехники. И, конечно же, из-за того, что у нас сейчас появилась лаборатория энергетики в структуре Байкальского института БРИКС, мы будем учить студентов развертывать комплексы альтернативной энергетики, то есть той, которая не загрязняет нашу природу, той энергетики, которая помогает добывать энергию из воды, ветра, солнца и так далее. И, соответственно, у этой программы есть очень хорошие партнерские связи с иностранными институтами. Допустим, с одним из ведущих немецких университетов, университетом Отто фон Герике. Там наши студенты стажируются, проходят практики. И с польским университетом, в Ротславском университете, сейчас там учатся шесть наших студентов, которые уехали туда по обмену в сентябре. Даже несмотря на коронавирус, они туда спокойно поехали, они там учатся, они прекрасно проводят время, у них очень интересные занятия. И благодаря тому, что у нас хорошие связи с Ротславским университетом, мы туда можем отправлять студентов бесплатно. То есть им не нужно платить в принимающем университете за обучение. Следующее. Значит, по этой программе, по современным технологиям в электроэнергетике, минимальные баллы русский язык 40, математика профиль 39. И по выбору физика 39, английский 30. Дальше. Следующее. В этом году мы открыли программу, которая стала суперпопулярной в Иркутске. Она просто, как выражается, молодежь бомбанула. То есть мы в этом году набрали 30 студентов. Мы ее запустили с нуля в этом году и набрали 30 студентов. Из них 14 из России и где-то столько же из иностранных государств. У нас даже есть ребята из Африки. Это образовательная программа для тех, кто хочет стать не просто журналистом и не писать просто вот эти вот бумажки или газеты, потому что они уже уходят в прошлое. А заниматься медиажурналистикой. То есть научиться теории коммуникации, научиться, как пользоваться международными системами масс-медиа, как управлять кросс-медийными платформами, как делать пиар и СМИ в интернете, как собирать статистику с помощью гугл-аналитики, как делать литературное редактирование на английском языке. Это профессия продюсера, аналитика, пиар-менеджера, блогера, контент-менеджера. То есть здесь преподает наш известный американский преподаватель, лучший писатель Америки 2007 года, Брэндон Айзек Джонс. Я про него вам уже сегодня говорил. Он преподает как раз курс по журналистике и по критическому мышлению для студентов. Как раз на этой программе можно научиться, как стать Инстаграм-дивой, каким образом развить свой собственный блог и свой собственный бренд в интернете. Значит, для этой программы нужны следующие экзамены, минимальные баллы. Это русский язык 40, английский 30 и творческий конкурс 40. Следующая программа бакалаврская – это финансовое налогообложение. Это у нас новая программа, мы ее запускаем с 2021 года. Набор уже начался. На этой программе студентов будут обучать, как критически оценивать устойчивость налоговых и финансовых схем, как понимать роль налогообложения в современном обществе, как осуществлять финансовый менеджмент, как реализовывать отчетность, работать с деньгами, с кредитами, с банками, с государственными финансами. То есть специалисты, которые будут учиться на этой программе, они будут классными, отличными финансистами. То есть они будут специалистами по корпоративным финансам, по налогам, по финансовому учету, экономическому анализу. Кроме того, мы сейчас уже начали переговоры с международными экспертами, которые проводят сертификационный экзамен CFA – Chartered Finance Analyst. Это всемирно признанный экзамен, после которого берут на работу в любую финансовую корпорацию мира. Это такой универсальный стандарт, как, допустим, по английскому языку вы сдаете экзамен TOEFL, сертификат TOEFL или IELTS или Cambridge. Они всемирно признаны. Также по финансам есть CFA – это всемирно признанный сертификат. Следующая программа. Да, для финансов, забыл сказать, экзамены. Минимальные баллы. Русский язык – 40. Математика – профиль – 39. И по выбору можно выбрать либо общество знаний – 45, либо английский язык – 30 баллов. Самая последняя образовательная программа. Мы ее запустили в формате двух дипломов – Шандунским университетом. Это устойчивая инновационная экономика. На самом деле можно учиться 4 года здесь у нас, в Иркутске, а можно обучиться 2 года в Иркутске и 2 года в Китае на английском языке – и здесь, и там. И получить 2 диплома. Это программа по экономике устойчивого развития, экономике общественного сектора, теории выбора, проектному менеджменту, маркетингу, экономике окружающей среды. Это уникальная программа, поскольку, во-первых, она реализуется с партнерским университетом, топовым университетом в Китае. Во-вторых, эта программа имеет специальные курсы по инновациям, о том, каким образом инновации или нововведения интегрировать в компанию, чтобы она была эффективной. И каким образом интегрировать разные зеленые решения, допустим, специальные фильтры, если у вас система заводов, или специальные циклы переработки мусора для того, чтобы сэкономить и использовать мусор повторно, и не платить за него деньги. Это очень интересная программа, после которой, конечно же, можно работать отличным экономистом в разных компаниях, в том числе и в международных компаниях, поскольку международные компании в большей степени заинтересованы именно в таких экспертов, которые понимают не только в экономике, но и понимают в зеленой экономике, понимают, каким образом сделать эффективнее работу компании за счет переработки сырья, за счет внедрения инноваций разных. Дальше по поводу экзаменов. Русский язык 40, математика 39, а по выбору либо общество знания 45, либо английский 30. Ну и самое важное, что я вам хотел сказать. Значит, кто-то из вас говорит по-английски не очень хорошо, кто-то говорит получше. Все по-разному изучают английский язык. Те студенты, которые приезжают из разных стран к нам, они также говорят по-английски все по-разному. Есть ребята из Китая, которые говорят очень хорошо, есть ребята, которые говорят плохо. Все по-разному занимались. Допустим, ребята из Нигерии, студенты, такие же, как вы, которые закончили школу в Нигерии или в Кении, для них английский являлся родным языком. Он государственный язык. Каждый из них знает язык своего племени, и все они говорят на английском, и язык для них является объединяющим. Конечно, они знают английский лучше, но у них достаточно сильный акцент. Ребята из Индии также говорят на английском, они учатся в школе на английском, у них также достаточно сильный акцент. А китайские ребята боятся говорить на английском, и они изучают английский благодаря повторению. Вьетнамские ребята занимаются в более маленьких группах, а индонезийцы, допустим, учат английский язык с трех лет, то есть практически с детства. Поэтому те ребята, которые приезжают к нам на первый курс, у них у всех разный уровень. Мы собираем всех ребят из России, из нашего Иркутска или из других городов, которые поступили к нам в Брикс на английский язык, а также собираем всех иностранцев и проводим тестирование сразу же в начале учебного года. Учебный год у нас начинается 1 октября. Поскольку мы уникальный университет национально-исследовательский, поскольку у нас англоязычная программа, мы можем начинать учебный год в октябре и даже в ноябре. То есть у нас нет с этим проблем. Правительство, министр образования в своем приказе от 2013 года разрешил начинать учебный год позднее. То есть не 1 сентября, а, допустим, 1 октября. И на программах по английскому языку мы так и делаем. Соответственно, студенты отдыхают в сентябре, в 1 октября они приступают, в самом-самом начале октября мы их тестируем и разбиваем студентов на несколько групп по английскому языку. Таким образом, чтобы они могли заниматься в соответствии на своем уровне. То есть первая группа самая сильная, потом послабже, потом послабже, еще послабже. И у нас в течение года первого, каждую неделю 12 часов английского языка. Каждую неделю. Для чего это нужно? Чтобы более слабые группы, в которых, допустим, кто-то, кто знает, ну, не очень хорошо английский язык из России, плохо учился, но хочет учиться на английском языке, чувствует в себе силы в будущем. Кто-то из Китая, кто-то из Индонезии. Они попали в слабую группу. Значит, с ними будут работать самые сильные преподаватели. Они будут работать с ними по 12 часов в неделю, так, чтобы к концу первого года все эти студенты говорили на том же уровне, что и все остальные студенты. Группа, которая чуть-чуть посильнее, с ними тоже работают сильные преподаватели. И с самыми сильными группами, которые уже хорошо знают английский, где-то, может быть, ребята из Нигерии, из Индии, из России, из Китая, с ними уже начинают работать профессора, которые дают им профессиональную лексику. Допустим, они поступили на международную журналистику, их уже учат профессиональные лексики, профессиональные словам по журналистике. Или они поступили на экологию, их уже учат профессиональным терминам по экологии, по устойчивому развитию. Соответственно, в течение первого года у нас совсем мало курсов по специальности. Очень мало. На некоторых программах один курс, на некоторых два курса. И у нас в течение первого года мы даем 12 часов английского языка в неделю. Мы даем философию на английском языке в облегченном варианте, не очень сложно. Историю на английском языке тоже в облегченном варианте, не очень сложно. Мы даем математику на английском языке. Она вообще на английском языке очень простая, потому что это наука о цифрах. Поэтому преподаватель вам говорит, x плюс y равно 0. x плюс y равно 0. То есть, в принципе, любой даже, кто знает плохо английский, может понять, о чем идет речь. И мы даем как раз на первом курсе физкультуру, математику, информатику на английском языке. И вот эти курсы. Таким образом, чтобы к концу первого года все, кто поступил на все образовательные программы, примерно на одном уровне знали английский язык, на уровне B2. И на втором курсе они могли спокойно заниматься. Поэтому у нас бывает, поступают ребята со слабым знанием английского языка, но к концу первого года они уже все очень хорошо знают английский язык. Особенно те, кто хотят поехать за рубеж. Поэтому если у вас с английским есть какие-то проблемы, здесь абсолютно никакой сложности, чтобы поступить к нам. Мы научим и английскому языку, и у нас многонациональная среда, потому что когда вы каждый день общаетесь на английском языке, помимо занятий, которые дают наши преподаватели, вы каждый день общаетесь с ребятами из Индии, с ребятами из Африки, с ребятами из Китая, из Индонезии, из других стран, вы уже начинаете понимать по-английски, вы начинаете строить фразы на английском, и к концу первого года вы становитесь реально классным экспертом. Английский язык – это просто абсолютная необходимость. То есть это не какая-то блажь, которую мы можем учить или не можем учить. Я вот, допустим, в школе учил английский язык, начал учить 30 лет назад. Тогда все считали, что этот язык не нужен. Но когда я поступил на первый курс, когда я стал участвовать в стажировках, когда я закончил университет, и меня пригласили преподавать в американский университет, потом я ездил в китайский университет, и я преподавал в 18 китайских университетах, самых лучших. Преподавал в двух американских университетах. Я понял, как важен английский язык. Я понял, что я читаю лекции студентам, и в классе сейчас студенты из 40 стран мира. Я приезжаю, допустим, в Америку, они из 40 стран, и все они говорят по-английски. У всех есть свой язык, они все его любят, они все его ценят, но все знают английский язык, потому что они понимают, что чтобы добиться чего-то, ребятами из других стран, для того, чтобы, когда вы закончите школу, когда вы закончите университет после четвертого курса, когда все ваши однокурсники, одноклассники, которые с вами учились в одном классе, поступили в другие вузы, и они будут чесать репу и говорить, а куда же нам пойти работать? Вы будете уже точно знать, куда вы пойдете работать. У вас уже будут предложения из разных крупных компаний, в том числе из международных компаний, где требуется знание английского языка. Поэтому вы им скажете, ребята, я уже с третьего курса знаю, куда я хочу идти работать, мне уже эта компания предложила, и эта компания... А эта компания вообще предложила поехать в Китай. И зарплата в 300 тысяч. Я, между прочим, тоже в Китае прожил какое-то время, у меня была очень большая зарплата. Я вообще сам не из Иркутска, но я приехал в Иркутск, потому что мне очень захотелось сделать классный, качественный проект, а именно Байкальский институт Брикс. И у меня это получилось. Я вам сейчас кое-что покажу. Остановлю демонстрацию. И покажу вам кое-что. Так. Вот смотрите. Вот это наш сайт. brix.istu.edu. Вот здесь есть информация полностью о нашем институте. Вот здесь ссылка, наш YouTube-канал с левой стороны. А дальше Instagram. То есть вы можете открыть, допустим, Instagram. Видите? Покажите так, если видите, потому что я вас не слышу. Отлично. Вот смотрите, в Инстаграме есть информация о наших познавательных четвергах. Завтра вы можете участвовать в них. То есть каждый четверг какой-то из наших преподавателей читает Zoom-лекцию на какую-нибудь очень актуальную тему. Допустим, я читал лекцию «Какие профессии умрут через 20 лет?» И кого из нас заменят роботы? Искусственный интеллект. Кто-то читал лекции по поводу экологии. То есть что нужно делать в обиходе, чтобы не загрязнять окружающую среду. Кто-то читал интересные лекции о том, что нужно знать, чтобы не потратить лишних денег. То есть каким образом сэкономить, зная какие-то лайфхаки. То есть у нас много интересных. Каждый четверг у нас идет какой-то семинар. Вот в этот четверг, завтра у нас будет семинар. Вот эта информация. Взгляни на мир другими глазами. О том, каким образом поступить в престижный вуз. И каким образом поехать на стажировку. Что нужно знать, когда вы планируете свою иностранную стажировку. Как получить на это финансирование. Как получить на это какой-то грант. Каким образом с пользой потратить время. То есть не только учиться, но и выпить чашечку чая с друзьями в баре. В каком-нибудь немецком, красивом немецком городе. Ну и заниматься какими-нибудь интересными вещами, типа путешествия. Мы об этом завтра расскажем. Завтра наш специалист Нина Викторовна расскажет об этом. Вот. Дальше смотрите. Вот это наш сайт. Здесь есть полностью информация о нас. Вы можете потом посмотреть. Дальше. Поскольку наш институт является действительным образовательным гринфилдом. Это очень классный образовательный проект, который известен не только в нашей Сибири, но и во всей России. Это один из самых прорывных институтов сейчас. О нас пишут во многих прессах. Во многих средствах массовой информации. Вот допустим Интерфакс. Вы наверное знаете Интерфакс. У нас в России есть несколько крупнейших информационных агентств. Это ТАСС, это Интерфакс и это РИА Новости. Сейчас называется МИА Россия сегодня. Интерфакс это одно из крупнейших информационных агентств на постсоветском пространстве. В мире оно очень известно. Вот если вы заходите вот сюда на Интерфакс и прокручиваете вниз, вот интервью. И вот мое интервью. На первой странице Интерфакса можете посмотреть. Директор Байкальского института БРИКС Дмитрий Савкин. Университет должен быть глобальной территорией для профессионального развития, самореализации, экономической свободы. И вот соответственно информация о нашем институте. Тут очень много интересного. Это федеральное информационное агентство написало о нас. Дальше. У нас есть Собака.ру Иркутск. Вы наверное знаете. Во всех парикмахерских, во всех кафе, ресторанах, торговых центрах есть эта Собака.ру. Она бесплатно раздается, можно ее получить. Вот здесь есть мое интервью. Можно прочитать про наш Байкальский институт БРИКС. Кроме того, есть Собака.ру в сайтах. Собака.ру Иркутск. Наше иркутское отделение. Если вы ткнете вот сюда слева на журнал, вы здесь увидите ссылку на архивы номеров. И выберете ноябрьский номер, нажмете читать онлайн. Если вы не хотите находить журнал где-нибудь в торговом комплексе, вы нажмете читать онлайн. И у вас откроется вот такая вот статья о нашем Байкальском институте БРИКС. Журнал Собака.ру признал наш институт самым прорывным в Восточной Сибири. А меня удостоил чести быть человеком года по мнению журнала Собака.ру. Здесь можно почитать. Смотрите, это наши профессора. Вот это профессор Джеффри Брайан Шуберт из Австралии. Это преподавательница из Вьетнама. Это вот я. Это преподавательница из Китая. Это преподаватель из Индии внизу. Дальше. Есть городской портал Верблюд в огне. Вы, наверное, слышали, читали про него. Он у нас один из самых модных таких городских порталов. Вот если вы наберете верблюдвогне.ру, прокрутите вниз. Здесь есть вот такая статья, называется «Навыки будущего. Что нужно осваивать прямо сейчас, чтобы не остаться без работы через 10 лет? Это может быть очень полезно для школьников». То есть, что нужно сейчас уже изучать. Потому что профессии все очень быстро устаревают. Даже топовые, лучшие университеты мира. Гарвардские университеты, Кембриджские университеты. Они понимают, что если сейчас они обучат студента по IT-технологии, этот студент через три года полностью, полностью будет неквалифицированным. Потому что IT-технологии настолько быстро идут вперед, что тому, чему учат сейчас Гарвардский университет, через три года будет неактуально. Поэтому лучшие университеты мира, кроме лекций по специальности, дают студентам специальные навыки, которые позволяют им найти информацию и доквалифицироваться. То есть, если появляется какая-то новая технология, выучить эту технологию. Найти онлайн-курс, который позволит конкретно здесь специализироваться. Найти какую-нибудь программу повышения квалификации бесплатную. В каком-нибудь ведущем университете, чтобы доквалифицироваться, чтобы постоянно обучаться. Потому что сейчас мир меняется очень быстро. Допустим, 10 лет назад у нас не было айфонов, у нас не было телефонов с сенсорными панелями. Соответственно, у нас не было такого класса программ, как приложение. Сейчас мы все пользуемся приложениями. Мы все пользуемся WhatsApp и Telegram. А 10 лет назад никто этим не пользовался. Соответственно, 10 лет назад никто не учил, как программировать WhatsApp и Telegram. Как делать онлайн-страницы, как делать мобильные версии сайтов. А сейчас это мучен. И технология развивается так быстро везде, во всех областях. И даже в журналистике. Еще 10 лет назад журналистов учили, как писать газетные статьи. Сейчас журналистов учат, как развивать собственный бренд, как сделать классную страницу в Инстаграме, как ее продвигать, как набрать миллион подписчиков. Вот настоящие журналисты будущего. Как работать в ТикТоке. Вот если вот сюда, на сайт «Верблюд в огне» зайдете и нажмете на эту статью «Навыки будущего», что нужно освоить сейчас, чтобы через 10 лет быть востребованным. Вы можете прочитать эту статью. Здесь преподаватели Байкальского института БРИКС рассказывают самые главные секреты. То есть, что конкретно надо учить и чему надо обучаться, чтобы быть классным специалистом. Я здесь рассказываю про soft skills, так называемые непрофессиональные навыки, которые помогают, такие как навыки презентации, критического мышления, которые надо развивать. Наша преподавательница Светлана Владимировна Латышева рассказывает об английском языке, как он важен в обучении. Преподаватель Денис Алексеев, он у нас из Чехии. Он говорит о том, как важно умение анализировать, и что нужно сделать, чтобы научиться анализировать. Он здесь говорит, необходимо освоить школьную математику, освоить базовые навыки программирования, для того, чтобы оперировать с алгоритмами по обработке данных. Это очень помогает во всех науках, вне зависимости, что вы выбираете, журналистику, филологию или, допустим, электротехнику. Дарья Игоревна Хлебович, наша преподаватель, говорит о том, как важно развивать в университете умение сотрудничать. То есть, это тоже очень важный навык, поскольку в будущем умение сотрудничать дает вам возможности выйти на новые связи и получить новые ресурсы, которые вы можете потом каким-то образом использовать. Наш преподаватель, профессор Илья Шушпанов, он рассказывает о креативности, о том, каким образом развивать креативность и как креативность помогает вам в будущем стать суперклассным специалистом. И Маргарита Федоровна Жилновакова, наша директор бакалаврской программы по журналистике, она говорит о адаптивности, о том, как приспособиться. То есть, как реагировать на изменения, которые в современном мире происходят почти во всех сферах. Как эти изменения принять психологически и на уровне стратегии, личной стратегии. То есть, если что-то изменилось, если изменилась какая-то, допустим, специальность, в которой вы работаете, появились какие-то технологические, новые технологические решения, как быстро освоить эти решения и стать первым, стать лучшим, получить повышение по работе. То есть, вот здесь вы можете всю эту информацию прочитать. Журнал «Собака.ру», мое интервью, интервью Интерфаксу, наш Инстаграм и, соответственно, наш Ютуб-канал. На Ютубе-канале мы выкладываем наши познавательные четверги. Вот здесь уже шесть четвергов прошло, соответственно, шесть видео и шесть наших профессоров, в том числе и иностранные профессора, рассказывают очень интересные лекции о профессиях будущего. Спасибо большое, ребята. Я думаю, что я отнял у вас так много времени, поэтому мы, наверное, будем заканчивать. Есть ли вопросы? Есть вопросы. Только громко говорите, я плохо слышу, потому что, наверное, не очень чувствительный этот микрофон у вас. В чем проявляется интерес у преподавателей ехать сюда, вот в Сибирь, в Иркутск, в глушь? Видите, в чем вопрос? Мы с вами, ну, некоторые из нас воспринимают Сибирь как глушь, а некоторые воспринимают Сибирь как потенциальную возможность самореализоваться, потому что у нас огромный регион с огромным количеством ресурсов. У нас есть озеро Байкал. Территория озера Байкал 33 тысячи квадратных километров. Она больше, чем территория Бельгии. Наша Иркутская область считается такими странами, как Германия. Две с половиной Германии могут поместиться в одну нашу Иркутскую область. Полторы Франции, три Италии, две Японии, одна Турция. Наш регион настолько большой, настолько колоссальный, что многие видят этот колоссальный потенциал. Да, может быть, он где-то недоразумен. Да, может быть, у нас плохие дороги. Может быть, у нас не всегда хорошая экология в каких-то отдельных городах, таких как Ангарск или Уссоль. Но, тем не менее, Иркутск дает колоссальный потенциал. Экономика Иркутской области растет. И сейчас, понятное дело, коронавирус – это глобальное форс-мажорное обстоятельство. Такое, как черный лебедь в математике. То есть, никто его не мог предсказать, и он случился. Поэтому все стороны от него страдают. Но если отступить от коронавируса, оставить его за скобками, допустим, закончился коронавирус, и у всех прививка, тогда туристические потоки, которые накопились, они будут ехать в огромных количествах Иркутской области. У нас большая территория, поэтому у нас может развиваться различные промышленные предприятия, транспортные компании. В том числе Иркутская область Китаем рассматривается как очень приоритетная в реализации концептуального проекта «Пояс и путь». Это китайская национальная стратегия соединения коридорами, трансграничными коридорами Китая, Монголию, Россию и Западную Европу, чтобы возить грузы из Китая и чтобы возить в Китай ресурсы из России и через Россию. Поэтому Иркутск здесь очень важная база. У нас в Иркутске был основатель и собственник компании «Арибаба» Джек Ма несколько лет назад. И он сказал, что в Иркутске колоссальный потенциал, дешевая электроэнергия, огромные природные ресурсы, огромные туристические ресурсы. Поэтому Джек Ма рассматривал возможность построить склад компании «Арибаба» в России именно в Иркутске, потому что удобнее. И рядом Монголия, и недалеко Китай. И поэтому многие преподаватели едут сюда. Кроме того, для иностранных студентов, для них не существует, скажем так, известных российских университетов. То есть есть какие-то профессионалы, которые работают в университетах, преподаватели и администраторы за рубежом. И они, конечно же, знают такие университеты, как МГУ или СПБГУ. Но больше они ничего не знают. Но есть студенты, дети бизнесменов, дети служащих, дети учителей, дети банкиров, дети водителей такси. Ни они, ни их дети ничего не знают о российском образовании. Ничего. Индонезийцы ничего не знают. Даже не знают, какие города есть в России. Знают только Москву. Петербург они не знают. Поэтому, когда мы предлагаем им классный проект в России, такой проект, которого нету нигде в России, когда мы говорим, что им даст этот проект, эти дети, конечно же, хотят к нам поступать. Потому что для них что Иркутск, что Петербург одинаково. Они не слышали ни про Иркутск, ни про Петербург. Поэтому у нас огромное количество заявок и огромное количество довольных студентов, которые приехали к нам и поступили именно в Байкайский институт Брикс. У нас из Китая конкурс в прошлом году был 500 человек. 500 человек к нам хотело поступить. Но мы отобрали всего 160. Потому что они знают про наш проект. Потому что они понимают, что качественное образование не зависит от места. Оно зависит от людей, которые дают вам это образование. Раз. И оно зависит от людей, которые с вами вместе учатся. Два. Это может быть Петербург. Хороший университет. А может быть Петербург, хороший университет, даст вам плохое образование. Академическое образование, которое вы никуда не сможете, как говорится, пришить кобыле хвост. Что вы будете учить 4 года, что чему-то, что вам потом не пригодится, что потом устареет, и через 20 лет именно эту профессию заменит искусственный интеллект. А вы можете поступить, допустим, в небольшой университет, такой как Арниту, но поступить туда, куда едут иностранные преподаватели, потому что им это интересно, потому что они могут свои знания и практический опыт применить на практике конкретно здесь, потому что здесь очень много потенциала для того, чтобы что-то развить. То, что они не могут развить у себя в стране, где уже есть другие люди, которые заняли эти ниши, допустим, которые создали образовательные программы по экологии или по энергетике, и они просто не могут с ними конкурировать. Но у них есть большое количество хороших знаний, они приезжают и это делают здесь. И это становится самая лучшая программа по экологии в России, допустим. Наша программа одна из лучших в России, и она самая лучшая в Сибири, это точно, на английском языке. Если у нас на эту программу в год поступает по 40-50 человек, и мы иностранцам не делаем скидки, мы скидки делаем только россиянам, иностранцам не делаем скидки, соответственно, эта программа очень востребована. И в этом основной секрет. То есть секрет в том, что классно обучаться можно не только в большом городе, в большом университете, есть только два компонента. Первое – это кто вас учат, кто эти преподаватели, и какой опыт они вам дают. Потому что это не только обучение, но еще и их связи. Допустим, если вы поступили к Джеффри Брайану Шуберту, у него большие связи в торгово-промышленной палате Китая и в крупных компаниях в Австралии. Если вы хорошо себя зарекомендовали, если вы выполняете те задачи, которые он вам дает, если вы участвуете в его проектах, он вас рекомендует в какую-нибудь компанию, он вас отправит на стажировку в Австралию. А если вы поступаете, допустим, в какой-нибудь пасковский УЗ, и у вас только российские преподатели, они не смогут отправить вас на стажировку в Австралию или в Китай. Потому что у них нет этих связей. Поэтому нужно всегда выбирать то место, где есть преподаватели со связями. И второй компонент – с кем вы учитесь. Если вы учитесь в группе, где есть только российские студенты, то вы гарантированно не знаете, о чем думают китайцы, о чем думают индонезийцы, о чем думают восточные европейцы, о чем думают африканцы. И вы не завяжете с ними связи. Вы не сможете потом с ними сделать бизнес или какой-то проект. Они не смогут пригласить вас работать, допустим, в компанию, где работает их папа, в какой-нибудь банк где-нибудь в Китае или в Восточной Европе. А если вы будете учиться с такими ребятами, вы гарантированно получите эти связи. И это самое важное. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какая оплата за обучение в год? Смотрите, у нас есть бюджетные места, но их немного. Они у нас есть на программе «Электротехника и электроэнергетика». Плата обучения по всем остальным программам около 200 тысяч рублей в год. Но всем россиянам, практически всем россиянам мы делаем очень большие скидки. В среднем в этом году, в 2020, у нас россияне получили скидки 40-50%. И это получается дешевле, чем в среднем в ВУЗы Восточной Сибири. То есть я знаю, что многие ВУЗы делают скидки 10-15%, кто-то 20%. Мы делаем скидки значительно больше. Почему мы делаем скидки такие большие? Потому что мы хотим, чтобы у нас обучались не только иностранцы, которые идут к нашему проекту, которые очень хотят у нас обучаться. Мы хотим, чтобы у нас обучались и российские студенты. Сейчас у нас более 70% всех студентов – это иностранцы. Мы хотим сбалансировать этот показатель, чтобы у нас половина студентов были россияне, половина студентов были иностранцы. Чтобы наши иностранные профессора учили не только иностранных студентов у нас в городе, в Иркутске. Чтобы это был смешанный контингент, чтобы наши ребята смогли получить от этого как можно больше полезного. Поэтому мы российским студентам делаем очень-очень большие скидки. На магистратуру мы даже в этом году делали скидки 95%. У нас в этом году 5 человек из России поступило на магистратуру, на программу MBA со скидкой 95%. У нас 15 человек на MBA учатся. Мы иностранцам не давали скидки, ни одному. Мы дали только россиянам. А иностранцы стояли в очереди, чтобы поступить на эту программу, потому что они знают, что там преподают топовые ведущие профессора. И не только наши, еще и эксперты из крупных компаний. Из компании Alibaba, которую создал Jack Ma, из компании Huawei, из других компаний. Еще вопрос? Спасибо большое. Спасибо за интересную информацию. Да, ребята, не бойтесь подавать документы. Я еще раз говорю. У нас, учитывая скидку, если вы получаете скидку сразу же, вы сразу же можете ее оговорить. По итогам ЕГЭ вы можете понять, какую скидку вы получаете. Вы можете идти поговорить с нами. Если вы получаете скидку на обучение, она фиксируется на весь период обучения, на все 4 года. Даже если вдруг так получится, что вам будет тяжело, и вы будете получать тройки, ну, тоже возможно. Эта скидка у вас никуда не исчезнет. То есть она фиксируется. И получается со скидкой стоимость 110 тысяч рублей, 120 тысяч рублей. Это дешевле, чем многие в УЗО Иркутской области. И значительно дешевле, чем Новосибирск, Томск или Владивосток. Поэтому подумайте об этом. Кроме того, возможность обучаться не только у российских преподавателей, но и у преподавателей из 17 стран и совместно с иностранными студентами, это, конечно, колоссальная возможность. Если бы я мог сейчас поступать в Байкальский институт Брикс, я, конечно, бы поступил. То есть я и наша команда из 50 человек постаралась сделать таким образом, то есть создать такой институт, которого не было у них. Есть ли еще вопросы? Нет, спасибо большое. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!